привет друзья привет мои дорогие подписчики сегодня я в лесу рву сливку дикую разных сортов она уже почти 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 переспела трескается сладкая но не гнилая и из этой сливки она очень сладкая я буду делать десертное вино почти ликер сливку я пересыпал сливки в обе емкости которых они будут ферментироваться то есть сбраживаться по мере возможности я убрал листики и плохие сливы которые вот такие с плесенью оказалось не все знают что для того чтобы сливы или любой продукт который мы будем из него делать вино начал играть или бродить его нельзя мыть потому что на поверхности фруктов всегда есть дикие дрожжи которые и превратят фруктовый сахар в спирт поэтому все фрукты какие я спрашиваю я никогда не мою если не добавляю специально искусственные дрожжи сливы грязные немытые и теперь самое важное их очень тщательно измельчить чтобы все сливы превратились в пюре я попробую это сделать своим строительным перфоратором я думаю это будет не так просто все что не до бьется перфоратором я буду дожимать руками потихонечку превращается вперед но это слива более плотная здесь большинство желтой сливки попробую вот эту мягкую сливку здесь дело идет намного веселее я думаю несколько минут и обе емкости со сливками будут хорошо измельчены вот это желтая слива но может быть 5 10 слив еще осталось недобитых я их руками еще не жалко намного лучше чем я думал а вот это синяя слива сливе очень мало сока и много мякоти и других сухих веществ из-за этого она имеет очень концентрированный вкус для того чтобы получилось вкусное вино я буду добавлять сюда фильтрованную воду процентов пока 20 вот количество для того чтобы хорошо допустилось брожение и была легкая циркуляция сусла уже стала жижа но еще немножко водички добавить я делаю без конкретных пропорций вы должны с вами ощущать 1 слива имеет более жидкую консистенцию как вот это рядышком белая а другая погуще поэтому нужно смотреть уже по ощущениям вот такой густоты для первого раза достаточно потому что процессе ферментации по изображения твердые частички будут переходить другие фракции и суслов будет потихонечку разжижаться вот здесь еще без воды намного жиже поэтому водички здесь будет тоже поменьше сейчас я смешаю содержимое обоих бочек обеих бочек для того чтобы вкус готовой сливочек банки был одинаковым брожение было одинаковое в обоих тарах и конечно же что все было хорошо а пробуем м-м-м-м-м сливка класс здесь м-м-м-м скучательно у меня получилось в общей сложности около 25 28 литров сливового сусла для его разбавления я Я использовал около 2-2,5 литров воды. Возможно, воду придется еще доливать. Сейчас все стеночки в таре я полностью хорошо вытер, потому что слива очень густая. Сок из нее не будет опускаться по стенкам, а просто засохнет. И на нем может начаться уксусное брожение. А мне это совершенно не нужно. Несколько раз в день я буду аккуратно перемешивать сусло, чтобы брожение более активно шло. Да, и забыл. Сейчас я накрываю крышками, вот так просто. Накрываю крышками емкости без гидрозатвора и все. И это будет серия очень коротких видео, почти онлайн. То есть каждый день или каждые два дня, когда будет начинаться новая операция с производством сливянки или сливового вина, я буду выкладывать коротенькое видео, потому что еще урожай сливы у многих есть. И вы можете рвать сливы и делать вино вместе со мной. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте вот такие огромные лайки. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новую серию «Как сделать вкусную сливянку или хорошее десертное вино из сливки». Всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!